Ого, у нас сегодня в гостях актер. О, привет. Привет. А я тебя знаю. Я слышала, что вы знаете, Геннадий. Да, есть такое дело, в общем, вначале мне позвонил Спилберг, говорит, снимись в моих многочисленных фильмах, пожалуйста. Но я говорю, не могу, Спилберг, у меня, в общем-то, уже съемки, фильм называется «Чернильное море» у Ивана Соснина, согласитесь. Вот такая страшная получительная история. Да не страшно, история крутая, и сегодня мы будем говорить про это, и также какую-то творческую театральную деятельность. Гостях у нас Максим Самойлов, актер театра драмы «Криверка» из Оржевской «Не пропустите». Наверное, с икрой морского ежа. На вкус это было ужасно, очень неприятная горечь и послевкусие. Попробуем. Всем привет, говорит канал «Телемикс» и программа «Есть Тудэй». Также вас приветствует наш генеральный партнер, группа предприятий «Янта». «Янта» – продукты для всей вашей семьи. «Янта» – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой «Янта» есть вкусно. И сегодня на нашей телекухне актер театра драмы «Имена Верка» из Оржевской Максим Самойлов. Максим, добрый день. Приветствую вас. Максим, будем с тобой готовить правильное блюдо. Такое зож, да? Зож, да. Хотя, с другой стороны, говорят, зож – это ложь, поэтому… Ну вот я здоров все-таки образ жизни. У нас тут куриное филе, будешь мяском ты у нас заниматься? Хорошо. А я овощами. Умеете уговаривать? Умею. Я умею человеку не давать права выбора. Так, держи мясо. И почему, собственно говоря, почему у нас, кстати, многие уже твои коллеги побывали в гостях? Вот такая штука. Ты знаешь, как это называется? Это какой-то… Я сейчас знаю… Пыточный аппарат. Как айзер как-то он. Тендерайзер, вот. Айзер какой-то. Ну, я помню окончание этого слова. Вот, и ножницы. Да, мы сделаем отбивные. Нет, можно, наверное, ножик. Ножик, давай, дам тебе ножик. И объясню, почему ты сегодня у нас в гостях. Максим, я узнала, что ты снялся в кино. Очень интересен этот опыт. Как это было? Где это было? Ну, что ты там дел, собственно говоря, в этом кино? Ну, на самом деле я получал… Получается. Получается, попал на съемки совершенно случайно. То есть это такой некий лотерейный билет мне попался. Изначально на роль был заявлен другой актер, но у него был слишком плотный график в театре. И по этой причине… Это с нашего же театра актер? Нет, нет. Кстати, в фильме есть фотография общая, где как раз актер театра молодежи виден на этом фото. То есть не было что ли мучительного отбора, там переживаний, бьется сердце, возьмут… По традиции был кастинг некий, была визитка, где нам выслали текст, который впоследствии можно слышать непосредственно в фильме. Вот. Что это? И как итог, в общем, я послал визитку. И в итоге среди всех претендентов, в общем, подошел. А как узнал вообще, что идет отбор, что есть такая возможность? Как правило, связываются режиссеры по кастингу, связываются либо с региональными, то есть это из Владивостока, есть контакты, списываются… А, то есть они сами выходят, знают, здесь творческие люди, да? Списываются с различными театральными группами в WhatsApp, да, там посылают ребяткам из различных театров, и, в общем, таким образом все происходило. Так что мне еще можно порезать? А сейчас мы сначала прервемся на новости, а потом дадим тебе что-нибудь еще порезать. Хорошо. Так, ну твоя задача теперь все эти кусочки мяска отбить вот этой штукой, прям не стесняясь, вот так вот, да, бьешь. И расскажи, как назывался фильм. Мы вот про него уже говорим, а что это было вообще не озвучили, но зрители нас еще не понимают до конца. То есть это какая-то была фестивальная работа «Человек и море» фестиваль? О, насколько я знаю, фильм участвовал в нескольких фестивалях, в том числе и международных. Плюс ко всему, как бы, изначально было озвучено то, что фильм фестивальный, но это был проект под шефством компании «Феско». Я думаю, в курсе, да, там, это перевозки морские. То есть это они выделяли деньги под их патронатом фактически сюда, да, класть? Да, да. То есть долгий съемочный процесс, то есть он фильм, понятно, что, хочется знать, чтобы зрители поняли, насколько это сложная работа, когда они смотрят там двухчасовой фильм, да? Вот 17-ти минутку, как долго над ней работали? Съемочный процесс вообще растянулся. То есть изначально так получилось, что фильм преследовали различные неудачи. То есть вначале отсняли материал, далее случились различные неполадки, различные проблемы, и впоследствии пришлось переснимать. А, даже так? Да. Снимали в Владивостоке все? Все снимали в Владивостоке, да. А скажи, пожалуйста, вот у вас актеров, кто снимался, было право, не знаю, первого просмотра, прежде чем он вышел там на фестиваль? Нет. Как это вообще в среде именно, ну, не театральной, а актерской именно, которая в работах художественных участвует, насколько это, ну, так скажем, ты имеешь право там сказать, о, мне что-то там не нравится? Исключено полностью все это? Нет, ну, когда ты исполнитель, когда ты актер, как бы, тем более такого уровня, как я, естественно, я не имею на это право по ряду причин. Мне что-то не нравится, да, там, сказать. Тут же тоже зависит от уровня актера, да, там, если какая-то суперзвезда, они, может, и могут диктовать какие-то условия, опять же, через призму своих агентов, через призму своих адвокатов, да, там, то есть это где-то в Штатах все гораздо сложнее, чем у нас. У нас, естественно, все диктует режиссер, да, съемочная группа, как бы, это они объясняют, что надо, как надо, да, 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 поэтому, ну, в нашем случае тебе дают работу, ты исполняешь все. Ну, давайте посмотрим зарядку. Здравствуйте, меня зовут Александр Литвин. Сегодня мы разберем так многими фитнес-любителями фаворитную, скажем, часть их похудения – это кардиодорожка. Собственно, в чем ее основные плюсы, да, мы укрепляем сердечно-сосудистую систему, развиваем свою выносливость, развиваем свою координацию, скоростные качества, да, но тут и не обходится без минусов. Если у вас есть ограничения по здоровью, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, либо с лечащим врачом. Самые базовые противопоказания – это ожирение, это постоперационный период, это очень аккуратно нужно смотреть за этим, и ограничения по ударным и осевым нагрузкам. Встаем, нажимаем на кнопку «Пуска», после этого нажимаем на «Старт». Дорожка начинает свое минимальное движение. Поехали! Если вы новичок и чувствуете себя неуверенно, кладем руки либо на поручни, либо на поручни перед собой. Далее у нас панель скорости в целых числах и панель градусов в целых числах. Для начала нам градусы, углы не нужны. И, допустим, мне вот так некомфортно, это очень медленно, я увеличиваю скорость на 6. Дорожка начинает ускоряться. Помним, да, если неуверенно себя чувствуем, руки держим на поручниках. Если уверенно, отпускаем и идем. Допустим, для меня вот это уже, скажем, средний быстротый шаг. Если нам некомфортно, хочется убрать не на целое значение, мы нажимаем на лепестки. Они убирают эту скорость на 0.1. Вот, показываю я. На 5.5, к примеру. Вот так мне уже более комфортно, и я могу ходить без рук. Когда мы завершаем свою кардиосессию, нажимаем на кнопку «Стоп», и дорожка плавно замедляется. Если же экстренно нужно замедлиться, то нажимаем на кнопку по середине. Так, ну что ж, Максим оказался у нас специалист по мясу хороший. Да, я такой. Я оставлю отметку, отлично. Максим, ну вот ты начал рассказывать. Во-первых, еще очень интересно, мы говорим про кино. Мы назвали его, как он называется, ты не помнишь? Чернильное море. И где вдруг кто-то захочет посмотреть? Он есть и в Инстаграме, и в Ютьюбе. То есть... То есть при желании, вот так забиваешь поисковики и... Чернильное море, да. И ты сказал, что он участвовал уже в нескольких фестивалях. Ты знаешь, в каких точно? Нет, к сожалению, я не знаю. Я, кстати, насчет этого момента все было достаточно сложно. Нам, ну, исполнителям, долгий период времени не говорили, когда будет готов фильм, к какому периоду времени. То есть он вначале проехался по всем фестивалям, да, там, на которые был заявлен. И уже после этого я его посмотрел. Ну, вкратце, в двух словах, про что? Что это? Ну, это судьба паренька, который... Паренек ты? Нет, нет. Судьба паренька, который никогда не виделся с отцом, он пишет письма. Отцу? Да, он думает то, что отцу, но выяснилось, что это писатель, который написал по этим письмам книгу. Вот. И, в общем, вокруг этого весь сюжет вращается. Ну, не буду полностью спойлерить, на самом деле, фильм небольшой, всего 17 минут. То есть найти время можно посмотреть, да? Да, да. Я тоже, кстати, ты сегодня меня пристыдил, что я не видела, я обещаю посмотреть. Вообще интересно, когда такой опыт, ну, насколько это, да, разница с твоей работой на сцене в нашем театре драмы Комиссаржевской? То есть вот ощутил, то есть попробовал, такой опыт уже есть. Насколько действительно это прям по-другому? Ну, работа в кадре – это одни сложности, работа на сцене – это другие сложности. Когда работаешь на сцене, ты как бы не имеешь права на ошибку, но, увы, иногда ошибаешься. То есть… Сложнее? Ну, в свое время, либо на самом деле Роберт Де Ниро так сказал, либо ему это приписывают, он сказал, что игра на сцене и игра в фильме – это как хождение по канату. Только разница в том, что когда ты играешь в фильме, канат лежит на полу, а когда ты играешь на сцене, канат растянут над пропастью. Поэтому отчасти я с ним согласен. С одной стороны, конечно, сложнее играть на сцене, но с другой стороны, как бы по задачам, по каким-то актерским моментам тебе необходимо показать здесь и сейчас. Вот. И это в такой… в сжатые сроки все происходит, ты порой не можешь въехать в свой образ, который ты там себе напридумал, и тебе нужно вот результат давать вот прям в сию минуту. И в этом, конечно, есть определенные сложности, потому что когда репетируется в театре, то есть у тебя есть время сформировать образ, да, там, тебе есть время понять, что ты хочешь, там, тебе режиссер объяснит задачи, там, если он способен объяснять задачи. Вот. И в итоге, как бы, и формируется отношение и связи с твоими партнерами по сцене. Краски какие-то. И то есть какие-то вот эти завязочки, они получаются через какой-то промежуток времени. А тут вот прям здесь и сейчас. То есть тебе дали текст фактически и за короткий промежуток давай. Прерву тебя немножко, посмотрим погоду, потом продолжим. Так, ну я сейчас замариную, наверное, на мяско немножко. Можешь тебе помочь? Да, я думаю, тут несложно. А ты мне сейчас будешь помогать своей вдохновляющей речью. Знаешь что? Стали говорить про игру в кино и на сцене. У меня немножко такая параллель пошла в голове. Я занимаюсь театральной студией, и когда я туда пришла, я понимаю, что у меня дикое стеснение. И мне все говорят, Оль, ну ты же там тоже выступаешь на публику, большую, говорю, так передо мной суфлер, людей нет. И мне кажется, когда вот, когда актер профессиональный, он выступает на сцене, наверное, вот это особая эмоция, когда ты понимаешь, отклик есть моментальный, там, на какие-то там аплодисменты или что-то еще. То есть ты тут же результат видишь. В кино, наверное, нет такого. Ну, есть такое понятие дыхание зала. И на самом деле это очень важно. По этой причине очень тяжело порой играть, когда люди отвлекаются на телефоны. То есть яркие экраны из темного зала, это, естественно, все видно, особенно, когда звонки начинаются. И на самом деле... Слышали, отключаем телефоны. Очень хорошая, кстати, штука – авиарежим. Никто не отменял их, да. Да, это очень удобно, на самом деле. Все необходимые звонки к тебе придут, и можно просто после спектакля перезвонить и решить свои проблемы. То есть и зритель, он тебе как может помочь, так и наоборот. Навредить, да? Да. То есть, ну и плюс, понимаете, театр – это всегда атмосфера. Это всегда про атмосферу. Притом, вот эта связь между зрителем, между актером, она должна быть всегда. И то есть, если ты ее теряешь, то порой очень хороший спектакль становится, ну, каким-то относительно неинтересным там. И вот этот момент, он, ну, очень важен. Вот. А касательно кинематографа, тут тоже есть своя специфика. Потому что, как правило, ты находишься в условиях, максимально приближенных к реальности. И в плане именно, чтобы поймать настроение, настрой, тебе иногда хватает, ну, меньше времени, чем порой на сцене. Потому что там ты все-таки не психопат, да, там ты понимаешь, что перед тобой декорация. А во время съемок это все-таки на натуре чаще всего происходит. Ну, современность, конечно, диктует свои нюансы, то, что там и хромакеи, и все прочее. Но все равно, если вы заметите, что порой какие-то вещи пытаются воссоздать максимально. И чаще всего какие-то крупные проекты, дорогие проекты, они стараются там и деревни строить, и города строить. Целые павильоны огромные в этом всем задействовано. То есть, для чего это все делать? Хотя, казалось бы, в компьютерный век все это можно нарисовать. То есть, все для создания атмосферы актерам. То есть, это все важно, это все погружает. То есть, а если актер сам погружен, то и начинаешь ему верить, и начинаешь верить на все происходящее. А не так, что какая-то нарожка, да, там происходит. По этой причине, да, там, я когда смотрел «Догвиль», очень тяжелый фильм, рекомендую, если кто не видел. Николь Кидман играет очень хорошую роль. Я считаю, это одна из лучших в ее карьере. Вот, там декорации по минимуму, и все расчерчено. И, то есть, в плане именно погружения, на мой взгляд, это очень тяжело. Потому что минимум декораций, и фактически это такой же съемочный процесс, как и обычная съемка, да, там, и люди с камерами. То есть, ты видишь всю съемочную группу, и вместе с тем, да, там, ты выполняешь такие же задачи, которые выполняешь на сцене. То есть, они один в один. Вот, и тут тяжело. Всем привет, говорит канал Телемикс и программа «Есть Тудэй». Также вас приветствует наш генеральный партнер, группа предприятий «Янта». «Янта» – продукты для всей вашей семьи. «Янта» – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, «Янта» есть вкусно. Приветствую всех, кто только что включил свои телевизоры. И у нас в гостях Максим Самойлов, актер театродрамы имени Веры Комиссаржевской. Готовим мы отбивные и говорим про творчество, наверное, так можно сказать, да? Потому что Максим у нас снялся в кино, короткометражка, фестивальная, еще раз как называется, совсем с памятью мне плохо. «Чернильное море». «Чернильное море». Потом нужно мне написать это, чтобы тоже посмотреть. И, ну, наверное, все-таки основная твоя деятельность – это театр драмы, где ты сколько лет уже работаешь, Максим? О, ну, по-моему, уже 13 сезон. Да, 13 сезон где-то тут район. Ну, 13 лет, да, сезон год был практически. Ну, я уходил, у меня были перерывы длительные. Расскажи вообще, собственно говоря, как ты решил, что ты хочешь стать актером? Лет 12 меня посетили мечты о театре. Я тогда наткнулся на телевизионную постановку по пьесе «Моэма театр». Наша постановка, отечественная, меня впечатлила она настолько, что я, как бы, заразился всей этой атмосферой. То есть до этого опыта не было каких-то студий театральных, чего-то еще? Нет, это все пришло позже. В 29-й школе я участвовал в различных… Самодеятельностях даже? Да, да, театрализованных постановках. Вот. И плюс ко всему, мама нашла какую-то псевдонаучную книжку, где можно, якобы, приплюсовав различные даты, определить, кем ты был в прошлой жизни. Есть такие. Нумерология какая-то, да? Да, да, да. И мама вычислила, что я, в общем, был в прошлой жизни болгарином и бродячим актером. Вот. И как раз незадолго до этого мне приснился сон странный, что я в какой-то кибитке еду долгий период времени, как-то ночь, мы останавливаемся где-то на ночлег, на берегу какого-то обрыва, вот. И, в общем, меня сталкиваются с этого обрыва. Видимо, плохой актер был. Вот. И как-то это все наложилось в один период, и поэтому я понял, вот она, судьба. Судьба? Да. Сцена – это мое. Да. Чуть позже у меня произошла серьезная травма руки. У меня было несколько операций на левой руке. И я как-то… Позабыл о сцене? Позабыл, да, о мечте, о театре. Поступил в железнодорожный техникум, организация перевозок и движения ЖД-транспорта. Ты доучился или бросил? Нет, я два года отучился. То есть на втором курсе вспомнил, что призвание – это иное, да? Нет, все гораздо проще. Я просто перед сессией перестал ходить. Приходил к своему другу и играл у него в Соньку. Мама не знала? Мама не знала, нет. И как-то так вышло, что у меня хороший знакомый устроился в наш театр монтировщиком. Я спросил у него, говорю, Рома, есть ли еще вакансии? Выяснилось, что есть. И так я попал вначале монтировщиком, потом разово… А, ничего себе! Да, выходил на сцену там в «Капучниках», я в жанре пародии пародировал тогда Ельцина Борис Николаевич. То есть как раз ты тот пример, когда человек начинал там с самых низов, да, где-то какую-то там за сцену, что-то помогал делать. Максим, прервемся на рубрику «Минус 10», дальше продолжим. Бабка сеяла народ и сказала деду «О!» Все, я, все. Не-не-не, все. Потом я не смогу ничего руками держать даже. У меня брутальность, так и прет. Мне Валерку жалко. О, голуби. 500 рублей. Худышка. Вот так вот, чуть-чуть я так. Угу. Ну че, попробуем? Попробуем. Что ты, что ты, пробуй? Я, значит, его творческую мордочку жалею, ему завтра выступать. А он. А да у тебя ж там все закрыто. Ну как-то больненько было местами. Не, ну мне тоже там, ну, поглетало. А, да, все-таки я же я. Как вас заставили это сделать? Смотрел кусками. Смотрел, как все это только начиналось. Мне очень понравилась затея, идея. То есть, что-то такое необычное. Я думаю, что очень многим понравится. Я очень радуюсь, что у нас стало модным заниматься спортом. У нас открылось очень много зала в городе. Видно, как у нас люди бегают по утрам, то есть, занимаются на открытых площадках. И это здорово. Спортом нужно заниматься. И очень здорово, что вот такие проекты помогают людям, ну, посмотреть, подумать и подумать. А почему нет? Вот если у него получилось, почему я не смогу? Вот и к нам, в том числе, в зал приходят уже люди там и в 40 лет. Просто с нуля. Вообще совершенно с нуля. Ну, буквально 2-3 месяца, и у них получается. То есть, вообще никаких ограничений нет. Главное желание. А куда еще вышло? Подожди, в каждую или через одну? А, вот оно что-то. А я не могу... И не пофилонишь же, а? Так, 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 так. А это хоть чуть-чуть попроще. Ну, тоже тяжело. Да тяжело. Контролирует свой вес. Я сошел сюда. Знаете, вот чем отличается вообще единоборство от того, когда вы занимаетесь каким-то видом спорта, индивидуальным? Это два спортсмена, которые заставляют друг друга работать. То есть, если вы сегодня пришли в настроение, вы устали, там, я не знаю, у вас там плохое самочувствие, вы пришли в зал и думаете, что вы сегодня, наверное, где-то там немножко там откосите от тренировки, то у вас не получится, потому что другой, ваш соперник, оппонент, в котором вы стоите сегодня в паре, он вас заставит двигаться. Ульяна ненавижу. Бедный Валерочек. Держись, друг мой. Я тебя вытащу из этого кошмара. А-а-а! Логи не сгибай. Вот. Вот процедура. Все, перерыв. Дайте хотя бы минуту. Дайте хотя бы минуту. Я, ладно, с тобой я не останавливаюсь. Держись. Дай, 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 дай. Я передумал, куда ходить. Руки забиваются, и потом уже не можешь выкидывать. А так вот, когда приходишь один раз, это, конечно, очень тяжело. Это должно быть в системе быть. Это мы делаем заминку для того, чтобы привести норму давления и кровообращения. Все уже купили абонементы, все уже пришли сюда. Все уже, да, подталкиваем тебя, так сказать, мотивируем, вдохновляем. Вову знаю, чуть больше тысячи лет обладает уникальным качеством. Тотальная самодостаточность. Ему вообще норм. Именно поэтому динамика, ну, оставляет желать лучшего. За парнями просто очень интересно наблюдать. Настолько самоироничны, что нам, ну, просто дико повезло с героями. 40 килограмм, Валера, давай! А гриб пришел? Давай! Ну, у вас динамика была не тяжелая, да? Все, да, хватит уже. Смотри-ка, силач. Бабуся меня, бабуля моя, подсадила на проект, вот, потому что любит она Валеру безумно. Ну, и для меня он, конечно, умница, молодец. Вот так держать, за него болею. Я люблю его. Главное, чтобы человеку было комфортно, конечно. Если человеку комфортно с животом, то окей. Мне некомфортно, например. Я была режиссером первого сезона проекта «Минус 10». Было сложно в том, что я, в принципе, этим никогда не занималась. То есть не режиссировала какие-то программы, не работала сразу с тремя героями. Я за несколько дней скинула сама 4 килограмма вместе с нашими героинями. Очень уважаю мужчин, когда прихожу в зал и вижу, которым уже за 30, типа 40. А когда вижу мужчину в 50 с прессом, ну, это прям, вау, круто. Качество длинненькое, хорошее. Я купил в спортмагазине «Пауэрзон» скакалку. Да я не только там скакалку присмотрел, а еще и обруч. Да там вообще можно купить все для дома и устроить дома целый спортзал. Мутодзянская 12. Там есть инвентарь и защита для разных видов единоборств. Вот, смотрите, какой удобный. Еще так можно. А для детей даже самокаты, ракетки для тенниса. А остального большого дарца, то есть все, что вам нужно для спорта, все там есть. Мутодзянская 12. 136. Ага, грушу или турник своим подари. А мне массажер, пожалуйста. А девочки вам пока там с резинками тренируются. После тренировок, если особенно тяжелые эти резиночки, которые по натяжению, у меня, например, даже болели ягодицы, там, плечи, даже спина болела там в начале. Ну, в общем, на разминку, наверное, отличное средство даже перед тренировками. Минус 10. Резинками занимаюсь и худею. Прям килограммы утекают вместе с резиной. Я мотивируюсь, смотрю на девочек наших красивых и мотивируюсь, мотивируюсь. Да куда я, у меня уже рука отваливается. Мы сегодня весь день на руки делаем. Очень удобно этой штукой заниматься дома, на самом деле. Она дает разные нагрузки, можно и такое упражнение делать, и такое. Хватит тянуть резину. До конца сезона осталось два выпуска. А нашим участникам еще нужно сделать курс массажа и сделать контрольные замеры. И потом мы узнаем, кто получит заветный приз. Вот твоя мечта почти близка. Ты за сценой что-то там монтируешь, и дальнейший путь развития твоей карьеры какой? Дальнейший поступил в наш Приморское краевое училище культуры. Отучился там три года, закончил его. За этот период успел перейти в военный театр, театр ДВО, отслужить ему четыре года, потом опять вернулся в театр драмы. В общем, такой путь. Что ты искал? Это что, какие-то творческие мытания, кризисы? Нет, нет. Это различные ситуации, которые возникали в театре. А расскажи, пожалуйста, вот наш колледж культуры, сейчас он уже не колледж, да, как он называется-то сейчас? Ладно, неважно. Там выходишь, получается, там актерское прям есть отделение, или ты выходишь? Нет, это на самом деле специальность, ну, по крайней мере, тогда выпускали режиссер любительского коллектива. Вот, то есть для того, чтобы стать актером, нужно еще что-то дальше, правильно? Ну, конечно, конечно. Ну, при любом раскладе творчество, оно как бы не терпит застоя, и так или иначе развиваться нужно. И различный опыт работы с теми или иными режиссерами, в принципе, тебе помогает развиваться, в том числе и работа в различных спектаклях, различные роли. То есть я, у нас просто была небольшая революция в театре, и в тот период, это 2004 год, уволился из театра, и работал, получается, и грузчиком, и охранником. Потом несколько лет... То есть у тебя был этот, отвернулся от профессии, ушел вообще... Да, несколько лет арматурщиком-бетонщиком в Тихоокеанской мосостроительной компании, в общем, меня помотало. Даже установщиком пластиковых окон был, да, различные профессии попробовал. То есть ты теперь можешь сравнить, да, творческую деятельность и физическую деятельность? Что сложнее? Ну, есть свои сложности, у физической деятельности есть сложность, ты работаешь руками, но не работаешь головой, да, у тебя твой разум свободен, и по этой причине ты становишься заложником его, и то есть весь рабочий день ты... Гоняешь какие-то мысли? Гоняешь какие-то мысли у тебя витают, и... Ну, наверное, некоторые люди не гоняют, что, работают. Как бы, от обеда до забора есть такое выражение, копать от обеда до забора, то есть не все же гоняются. Я своих коллег по ТМК иногда допекал различными вопросами, что для тебя духовное самосовершенствование, что для тебя смысл жизни, значит, мы его... То есть ты там еще и смут в коллективе наводил, да, заставлял думать? Творческое начало не дало мне, в общем, там, простаивать в творческом плане, да. Давай прервемся, посмотрим видео короткое, дальше продолжим. Комфортные условия для свиней удастся создавать благодаря нейросетям. Теперь это можно сделать, опираясь на исследование поросячьего визга. Швейцарские исследователи изучили 7 тысяч сигналов, которые произвели 400 особи разного пола и возраста. К примеру, животное, которое испытывает приятные эмоции, издает более короткие сигналы, в которых реже меняется амплитуда. Проект Елены Варикса «Неделя культуры Сета» получил грант конкурса «Моя страна, моя Россия». Танцы, ткачество и фольклор. Девушка с учениками сохраняют традиции многочисленного народа Сета и готовят уникальные мастер-классы пусковских школ. В Печорском районе, где преподает педагог, живет чуть более 500 сета. Российские чипы, которых так долго ждали, Зеленоградский нанотехнический центр начал разработку литографов для производства микросхем. Это ключевой элемент технологии производства самых современных процессоров. В будущем российские фотолитографы заменят зарубежные. А расскажи еще, знаешь, очень интересен момент, насколько сейчас, когда ты уже, ну, в принципе, наверное, состоявшийся человек в профессии, ты говоришь, театр не любит застоев и все прочее. То есть, как сейчас повышаешь свой уровень? Есть ли какие-то, не знаю, курсы, не знаю, какие-то еще? То есть, как не остаться на месте? Нам повезло. Иногда приезжают на различные мастер-классы педагоги, очень хорошие из Санкт-Петербурга, из Москвы. Плюс ко всему мы ездим на различные фестивали, где также есть возможность встречаться с педагогами высокого уровня. И это все не позволяет как-то закисать. У перерывов моих длительных есть такие серьезные недостатки. С одной стороны, в плане именно профессии, в плане профессионализма, я считаю, я потерял. Но с другой стороны, как человек, я очень многое приобрел. То есть, я общался с различными очень интересными людьми, видел уникальные какие-то места, которые я бы не смог увидеть. Потому что я, когда уже второй раз уходил, успел попутешествовать по Азии, пожить во Вьетнаме, в Китае, в Южной Корее. То есть, если бы я был... Дома лучше, Максим? Ну, так нельзя говорить. Для меня теперь дом, это, ну, на самом деле, без привлечения, это наша планета. То есть, тяги такой не было, да, что ты там в чужой стране, что хочется домой, нет? Тяга всегда есть к определенным людям, потому что, ну, нередко люди говорят, там, о своей родине, то, что у нас там прекрасная, уникальная природа. Я побывал в различных местах, и, друзья, поверьте, уникальная природа везде у нас по нашей планете. Ну, да, говорят, что скучаешь по людям прежде всего. И по-своему какие-то вещи, и все-таки скучаешь именно по людям. Но есть такой момент, который я всегда подмечаю, и, кстати, все путешественники, ребята, которые тоже долгий период времени путешествуют, они обращают внимание на запахи, на тот запах, в который ты погружаешься и окунаешься, когда выходишь в аэропорту той или иной страны, того или иного города, даже у нас по стране, везде всегда особенный запах. И, допустим, тот запах, который я ловлю утром, летом в Уссурийске, и тот запах, который я поймал, когда в пять утра вышел из аэропорта города Хушимин, это два разных запаха. И это просто какие-то разные, абсолютно непередаваемые ощущения, которые я всегда ловлю, которые для меня всегда важны. То есть, естественно, важно, где бы ты ни находился, получать какой-то кайф от той локации, от того места, где ты находишься. То есть, вот момент, который я всегда, допустим, любил в зимах. То есть, когда какой-то... Секундочку, прервемся на рекламу, потом расскажешь. Что с зимой? Какие-то особые чувства? Любишь зиму? Я вот... На самом деле, не очень. Но вот этот момент... Я в юности любил надевать плеер, и во время снегопадов, вот прям, чтобы была метель-метель, одевался потеплее и часами гулял по городу. Вот, чем более он заснеженный был, тем вот... Один? Да, да, да. Тем для меня как-то приятнее была атмосфера этих пустынных улиц. Все такое заснеженное, и вот такие воспоминания о юности и порой... А про что ты думал в юности с плеером в ушах? Всякое, начиная от какой-то юношеской глупости, там, заканчивая какими-то там, сельдофилософскими вещами. То есть уже в юности философские вещи присутствовали, да? Ну, это круто. Мне кажется, сейчас... Мне кажется, среди представителей нашей профессии не так много нефилософов, потому что в той или иной степени это, ну, мне кажется, помогает профессии, там, погружению. Мне кажется, философский взгляд на жизнь помогает вообще каждому, он должен присутствовать. Ну, вот философский взгляд на жизнь в плане именно помощи, я бы не сказал. Нет? Мне кажется, это немножко утяжеляет жизнь и делает ее посложнее. Думаешь? Когда ты начинаешь вникать, искать ответы на свои вопросы, и это такая какая-то бесконечная игра, в которую ты все равно останешься проигравшим? А вот я хочу... А я хочу думать по-другому. Пусть... Мне кажется, наоборот, то есть... Ну, вот есть люди, которые не вникают вообще, мне их жаль. Ну, они не так чувствуют все. Но вместе с тем люди, которые вникают, философски смотрят на жизнь, они острее все переживают, безусловно. Но при этом, наверное, вот именно вот это вот умение по-другому посмотреть, ну, как-то облегчает, что ли, какие-то ситуации. Не знаю. Я считаю, и то, и другое имеют право на жизнь, потому что, ну, мы слишком много о себе думаем, когда думаем, что погружаясь во что-то философское, мы как-то над кем-то возвышаемся. На самом деле это не так. На самом деле, ну, как для меня это все какое-то одинаковое. Если смотреть глобально, то есть какой-то колоссальной пользы даже нашей цивилизации в плане таких твоих мытарств, я, если честно, не вижу. И, по сути, разница между тобой, там, философом и каким-то человеком, который, там, прожил короткую жизнь абсолютно не задумываясь, ну, я не думаю, что колоссально. Поэтому... Ну что ж, на такой философской нотке мы уйдем на перерыв. Кристина, наверное, не любит молочные каши. Боч, потому что там свекла. Ну, наверное, это все-таки лето, потому что лето – это моря, дачи, отдых. Лето. Потому что там песок летом, ну, и мама мне разрешает без колготок ходить. Кристина, наверное, любит играть в прятки со своей старшей сестрой. У меня есть кубики, на которых есть картинки. Для Кристины самый любимый цвет – это фиолетовый, сиреневый и розовый. Мой любимый цвет – это розовый и сиреневый, потому что они рисуются красиво. Ну, конечно, есть такие ситуации, когда можно не слушать родителей. Всегда. А что будет, если не послушаешься? Они меня наругают. Детский садик она ходит только ради бассейна и чтобы заниматься слогопедом. Ну, а потом уже и поиграть можно чуть-чуть и покушать. Я хожу в садик, чтобы получать знания. У нее увлечение – это танцы. Мы занимаемся с трехлетанцами, и она очень любит у нас ментальную арифметику. Я люблю больше всего рисовать красками животных. Ну, у нее, наверное, Новый год и день рождения, потому что в эти праздники самым больше подарков. Новый год, потому что Дед Мороз подарки везде мне раздает. Ну, она почему-то хочет стать воспитателем, как мама. Я не знаю, почему. Когда я вырасту, я хочу стать воспитателем. А я их буду ругать, кто непослушный орет. И буду выводить, если маленькую. Всем похоже. Вот я не знаю, не могу найти одной черты, чтобы она была похожа на меня внешне. Я похожа на маму глазами и волосами. В наше время, наверное, ребенком быть сейчас совсем нелегко. На самом деле, мне даже жалко своего ребенка. Иногда бывает, что все дети отдыхают на выходных, а мы делаем уроки, мы занимаемся. Да, можно делать что угодно. Максим, расскажи, есть ли у тебя какая-то мечта? О, у меня их много. Я прямо... Я сразу только думаю, как я завидую, у меня почему-то их нет. У меня их валом. Ну, как бы вот что-то такое, типа там, купить гриль, я не считаю это мечтой. Нет, не мечтаю это, не знаю. Для меня это уровень поход магазина. Я мечтаю о килограмме картошки. Самое заветное. Ну, вот что-то такое, что... Нет, самую заветную я озвучивать не хочу. Хорошо. Озвучу такую. Вторую по заветности. Небольшую для себя мечту построить дом, желательно автономный. Правда, к сожалению, сейчас в плане аккумуляторов это тяжеловато, потому что не позволяет быть полностью автономным. Но хочу прям такое, чтобы и вода своя, и электроэнергия своя, и тепло свое. Кстати, сейчас говоришь, я тоже понимаю, что иногда я думаю, что я хотела бы свой дом. И именно не просто заехать, а как-то во всем процессе участвовать. Это круто. Почему дом? Хочешь выходить на крыльцо утром? Ну... Птички поют? Во мне очень много интроверта, и очень часто желание немножко изолироваться, посидеть, подумать. У меня бывают такие приколы, когда я просто прихожу из магазина, там, нередко это бывает в период отпуска, просто запер дверь и не выхожу где-то дней 10. Бывает такое. Так круто. Давайте прервемся на опрос. С семгой и сливочным сыром. Необычный, такой нежный. Да, в общем-то, когда вот пошли вот эти вот у нас, я была в Москве, а там уже открыли Макдональдс. И вот эти бургеры, конечно, для меня было такое вкусное, но у нас еще здесь не было. Наверное, с икрой морского ежа. На вкус это было ужасно. Ужасно, очень неприятная горечь и послевкусие, ну, я поняла, что это не мое. Ну, это когда толщина колбасы была больше толщины хлеба. Ой, я такого не вспомню. Я бутербродов мало ем. Ну что ж, наше блюдо готово. Получилась у нас вот такая красота. Напомню, что мы отбили филе куриное, зажарили на сковороде. И, собственно говоря, овощи, любые можно овощи, закинули в духовку. В гостях у нас сегодня Максим Самойлов. Эй. Актер театродрамы имени Веры Комиссаржевской. Говорили про многое, так что смотрите наш эфир, узнаете много интересного. Максим, ну, всегда у нас традиция есть. Мы даем нашим гостям возможность обратиться к телезрителям, ну, и, возможно, к зрителям, которые приходят в наш театр. Хорошо. Друзья, приглашаю всех в театр и в наш театр имени Веры Федоровны Комиссаржевской и в театр ВВО военного округа. Ходите на выставки, ходите на выставки художников, в музеи. И нередко я от наших зрителей слышу, мол, я не разбираюсь в искусстве, я не разбираюсь в театре. Друзья, искусство – это не про разбираюсь, это про эмоции. То, что вы испытаете, сходив на спектакль, сходив на какую-то выставку, это и есть то необходимое, что вы должны получить для себя. Если вы вышли с какими-то негативными мыслями, это тоже польза от вашего похода. Если с какими-то позитивными, это вообще прекрасно. Если наткнули на какие-то философские размышления, это просто замечательно. Поэтому, друзья, ходите в театр, ходите на выставки и приобщайтесь к искусству. Это классно. И всячески творчески развивайтесь, я дополню. Ну и хочется последнее сказать. Всего доброго, до новых встреч. Готовьте такую вкуснятину, смотрите канал Телемикс. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова